И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 27 февраля и очередной обзор ситуации на фронтах. Простите за длительное отсутствие. Ну так получилось, что меня пригласили в передачу на Россия 1 и 2 часа мне пришлось ждать для того, чтобы поговорить 5 минут. Ну так иногда бывает. Вот буквально эфир закончился и я сразу сел писать очередную сводку. Сейчас только то, что произошло главное. Произошло очень много интересных событий и пока все говорит о том, ну кто смотрел Россию 1, он уже эти новости в принципе почти все знает. Российские удары с севера и юга по окружению огромной донбасской группировки ВСУ не просто развиваются успешно, российская армия стремительно идет навстречу друг другу. Еще 2 часа назад было сообщение о том, что российские войска появились в Лозовой. И почти одновременно пришло сообщение о том, что российскую колонну заметили в районе Новониколаевки. То есть получается российская колонна уже прошла по траверту Запорожья и пошла на северо-восток от него. Оставляя Запорожье на потом, закрываясь от него заслонами. И по состоянию на примерно пару часов назад между ударными группировками российских войск, которые идут навстречу друг друга, оставалось немногим более 100 километров. Причем если они сохранят такой же темп наступления, как были в первой половине дня, то абсолютно не исключено, что либо сегодня к вечеру, либо завтра они сомкнут кольцо окружения вокруг огромной подчеркивающей группировки войск на Донбассе. Подавляющая часть лучших украинских войск на сегодняшний момент находится именно там. И это будет настоящая военная катастрофа для ВСУ. И на этом фоне уже абсолютно неважно, когда, например, ополчение ДНР возьмет Волноваху, либо Мариуполь. Причем за Волноваху прямо сейчас идут уже бои. И я так понимаю, что в очередном вечернем выпуске я вам сообщу о ее взятии. С Мариуполем, похоже, придется повозиться намного дольше, потому что азовцы решили уже не отступать. Они поняли, что отступать им некуда. И они решили там все умереть. Но самое страшное состоит в том, что они прикрылись живым щитом. Очень многих мариупольцев заманили на территорию завода Азовсталь. А я напомню, что именно там их главная цитадель. Якобы здесь надежное бомбоубежище, и вы здесь будете в безопасности. И многие жители Мариуполя сейчас находятся именно там. Именно благодаря нахождению там заложников нельзя по ним бить артиллерией. Ну а азовцы абсолютно не стесняются расстреливают города и его окрестности из реактивных систем, залпового огня и ствольной артиллерии. Это что касается Донбасса. По Харькову идет очень жесткая зачистка города. Трудная зачистка. На самом деле действительно ситуация такова, что скорее всего сегодня российские части зачистить ее, наверное, не смогут. Они вошли в северную, восточную, северо-восточную часть города. В некоторых районах уже смогли провести зачистку, в некоторых еще идут боестолкновения. Но тем не менее в центре они уже присутствуют. Но подчеркиваю, бои идут долгие. Но в таких случаях обычно так бывает. Идет, 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 идет сопротивление. Жесткое, мощное. А потом раз и пошло резко на спад. Как только будет пройден перелом этих боев, так сразу оно резко пойдет на спад. Но еще одна стильная лента пестрит сообщениями о, по сути, катастрофе ВСУ в районе Киева. Помните, в утреннем обзоре я сообщил о том, что российские войска проломили оборону ВСУ в районе Бучи для того, чтобы выйти на оперативный простор. И на сегодняшний момент, на сейчас я могу сказать, что это уже произошло. Фронт взломан примерно по ширине на 20 километров и на глубину до 10 километров. Подчеркиваю, пару часов назад шли уже сообщения о том, что кроме Бучи взят Ворзель, Бородянка, а также идут бои за Ирпень. И вся эта линия сопротивления, по сути, уже рушится. А значит, уже к вечеру стоит ожидать, что трасса Житомир-Киев будет перерезана. В Черниговской области пришли сообщения о том, что российская группировка подошла к Прилукам. То есть до административной границы Киевской области ей осталось пройти всего 20 километров. Вот это такие основные новости с линии фронта на сейчас. На примерно 15 часов по московскому времени, 27 февраля. Следующий обзор, ну надеюсь, ничто теперь уже мне не помешает. Я его постараюсь сделать примерно к 18-19.00. Ну и вечером планирую сделать итоговый выпуск новостей. А потом традиционно же мою смену примет мой товарищ Михаил Ануфриенко. Все, на этом пока все. До свидания и ждите следующих новостей.